Как человека, занимающий то или иное положение в обществе, можно распознать по определенным признакам, так и человека, наделенного сознанием Кришны, можно распознать по тому, как он говорит, ходит и думает. По признакам можем понять. Если понаблюдать за человеком, можем составить какое-то представление, что у него внутри происходит. Ну, до какой-то степени. Не всех можем судить, но какие-то признаки есть, которые четко об этом говорят. И главное отличие, отличительное свойство человека, обладающего сознанием Кришны, впрочем, как и любого другого человека, это его слова. Говорят, что глупца, особенно хорошо одетого, невозможно распознать до тех пор, пока он не заговорит. Но стоит ему открыть рот, как сразу же становится ясно, кто он такой. Главная черта человека, который обрел сознание Кришны, то, что он говорит только о Кришне или о том, что связано с Ним. За этим признаком следуют все остальные, приведенные ниже. Это сложно имитировать. Конечно, можно, и мы должны стараться, ну, вот, как вот, вести себя. Эта садана в том и заключается, что мы стараемся вести, как будто мы уже преданы. Но для преданного, естественно, все время говорить только о Кришне или о том, что с Ним связано. Может быть, о каких-то проектах, делах, но все это то, что связано с служением Кришне. У обычного человека так не получается. Я не знаю, вот нужно доказывать, что мы не можем свою речь сильно контролировать. Или это понятно? Нет. Нет. Даже на лекциях, даже на лекции лектор с трудом ему удается контролировать свою речь. Все время вот что в уме, оно потом раз и через речь проявляется. Можете попробовать, я не знаю, помню, на лекции Читани Чандра Чаран рассказывал о опыте не разговаривать. Ну, как-то они. Жена его, да, она решила не разговаривать. Вот, по телефону вообще не разговаривать. И как непросто это дается. Даже люди, которые дают обет Мауны, они все равно разговаривают на дощечке пишут. А ты на самом деле тоже говоришь. Ну, то есть очень трудно не разговаривать. Почему? Потому что ум все время думает и очень хочется это проявлять. И особенно, когда за нами никто не смотрит, когда мы сами себе предоставлены, вот то, о чем у нас в уме, мы начинаем это все рассказывать. Либо нужно быть очень, знаете, как этот Штырлиц, который так вот ради высшей цели мог контролировать свой ум. Но все равно периодически он там проговаривался. То есть очень-очень трудно, очень трудно контролировать свою речь. И преданный, особенность его, он все время говорит либо о Кришне, либо о проектах, связанных с Кришной. Это важный критерий.